До 800 тенге за килограмм, а то и выше. Цены на сахар в Казахстане за последние несколько месяцев увеличились в разы. Крупные торговые сети удерживают их в пределах 400-500 тенге. Казахстанцы начали жаловаться, что на прилавках не всегда можно найти сладкий товар еще в марте. Госорганы от управления до министерств по очереди пытаются успокоить население. Мол, беспокоиться не о чем. Но возникает вопрос, почему тогда ажиотаж вокруг сахара в республике никак не утихает. С деловым обзором к нам подключается Камила Ценобекова. Она разбиралась, в чем корень проблемы. Камилу, надеюсь, без сахара не останемся? Если в общем алмаз, то наличие сахара в стране на контроле правительства. По крайней мере, так заверили в Министерстве сельского хозяйства журналистов. Производство на заводах не прекращалось. Идет бесперебойная поставка сахара в регионы. Хочу подчеркнуть, что мы еще раз обратились в ответственное ведомство, чтобы убедиться во всем наверняка. В то же время, по информации от наших собственных корреспондентов в регионах, сладкий продукт в одни руки отпускают по 2-3 килограмма. Высокая доля импорта, нарушение логистических маршрутов, задержка поставок, подорожавшее сырье. Мы слышим все это о сахаре уже не первый месяц, перечисленное следствием многих факторов. От прекратившихся поставок из России до поддержки сахарного производства внутри страны. Директор Департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей Атамикен Ербол Есинеев подчеркивает, что стратегическая задача Казахстана – наращивание собственного производства. Нужна четко выстроенная работа, отмечает эксперт. В этом году Казахстан побил антирекорд. Засеян минимальный объем сахарной свеклы – всего около 12 тысяч тонн. Без налаженной системы, соответствующей поддержке, фермеры не заинтересованы в увеличении посевов. Гораздо выгоднее и легче им выращивать сою. Одним словом, нужны инвестиции, говорят в нацпалате. У самих фермеров есть серьезные проблемы, связанные с производством этой культуры. Критическая проблема, связанная с водой, потому что именно эта влаголюбивая культура, в тот период, когда нужно ее орошать, у нас, как всегда, не хватает воды. Мы до сих пор на 90% импортозависимых по семенам, мы не наладили серьезную работу по обеспечению собственной селекции по сахарной свекле. Мы не смогли обеспечить достойными технологиями, потому что у нас полив до сих пор, во многих случаях, он просто бороздковый, такой примитивный, а здесь нужны хорошие инвестиции в эту отрасль. В Атамикене предлагают запустить программу развития отрасли на ближайшие пять лет. Она должна включить в себя несколько пунктов. Первый направлен на защиту внутреннего рынка. В этом направлении следует увеличивать посевы сахарной свеклы в стране, чтобы загрузить заводы на полную мощность. По подсчетам Национальной палаты, аграриям Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей для этого требуется около 104 тысяч гектаров земли. Также вовлекать фермеров в этот процесс следует через субсидии, так как возделывание данной культуры – затратный процесс. При этом, подчеркивает Есинеев, нужно четко отслеживать выполнение каждого индикатора. Если говорить о развитии сахарной отрасли, у нас первые программы датируются в независимом Казахстане с 1993 года, где описывалось, что мы в течение 10 лет обеспечим себя сахаром на 80%, но, к сожалению, ни одна программа не выполнена, и никто никакой ответственности за неисполнение данных программ не понес. Вывод из всего вышесказанного можете сделать сами. Что посеешь, то и пожнешь. В нашей постоянной рубрике предлагаю сравнить актуальные цены на сахар в разных регионах страны. Данные предоставили наши корреспонденты. Самая низкая цена за килограмм сахара в Ахтубе – от 670 тенге. Далее следуют Алматы. В магазинах у дома сахар продают от 700 тенге. Такая же стоимость на прилавках Уральска. Продавцы в столице поставили цену 750 тенге за килограмм. Также в Атерау. В Петропавловске сахар стоит уже дороже. В Шимкенсе и Костанай сладкий товар продают почти по 800 тенге за килограмм. Производители продуктов питания Казахстана придерживают сомнения, что это еще не предел и к осени сахар в стране может подняться до 1000 тенге за килограмм. В департаменте агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Атамикена говорят, что на таком фоне стоит также обратить внимание на производство продуктов, которые могли бы занять достойную нишу в потреблении правильной фруктозы. Например, внедрять в рацион больше меда. И к другим темам. Накануне тенге завершил день ослаблением. Файнанский EZ сообщает, что последняя сделка на бирже при объемах ниши среднего прошла по 437 тенге и 30 ино за доллар. Есть большая вероятность, что на нашу национальную валюту давит высокий индекс доллара. Оказать поддержку тенге не смог и российский рубль, пишет в своем телеграм-канале финансовый аналитик Андрей Чеботарев. Экономисты тенге-номики считают, что внешние факторы, влияющие на курс тенге в понедельник, сложились не самым лучшим образом. Негативно на финансовых рынках накануне отразились данные по инфляции в США. Ее дальнейшее ускорение спровоцировало падение и товарных рынков. К слову, цена нефти марки Brent в моменте падала почти на 2% до 120 долларов за баррель. На этом у меня все. До встречи в следующем выпуске, Алмаз. Спасибо, Камила. Мы идем дальше.